Друзья, всем привет! Вы слушаете 52-й выпуск SD-Cast, подкаста о разработке ПО и его окрестностях. С вами в студии, как обычно, я, КС Даймон. Сегодня у меня в гостях Вадим Жуков, разработчик OpenBSD, а также преподаватель операционных систем по совместительству. Вадим, привет! Привет! Ну, по традиции уже расскажи пару слов о себе, как вообще давно ты чем занимаешься, вот как попал в айтишный мир. Ну и дальше, конечно, будет интересно послушать, как ты вообще столкнулся там с OpenBSD. Ну, чем я занимаюсь, как это все началось? Ну, начиналось все это как-то очень медленно, можно сказать. То есть, когда-то отец приволок домой к компьютеру, сказал, вот, собери, будет тебе счастье. Что-то где-то 10 или 11, что ли, было. А, нет, вру, вру, вру. Тогда это, первый раз это был уже собранный, через какой-то, через год он его забрал, потом еще, спустя какое-то время, притащил уже новый, сказал, уже собирай сам. Вот, ну, это было еще DOS, это был Windows 95, и я очень, наверное, лет 10 был убежденным виндузиатником, смеялся периодически над всякими этими заморскими линуксами, в которых все как-то очень страшно и сложно. Ну, да, тут вот такой графический интерфейс, все работает, да, а вы там, значит, со своей консолями и прочим. Ну, да, дело даже не в консоли, а просто в том, что то, что мне надо, вот я взял, и оно работает. То есть, критерий, в общем-то, такой. Текст меня не особо пугал, говорю, потому что человек все-таки с DOS, поэтому как-то не так страшно. Вот, потом понял, что, наверное, надо все-таки посмотреть, а что это за звери такие, попробовал сначала с RedHut, там, по-моему, это был 5.2, пару раз на разные его версии пытался залезть, но не сложилась у нас с ним любовь, трудно так вот сказать почему. Меня очень порадовала, я помню, тогда вот только одна вещь, что набираешь команду Reboot, и система корректно перезагружается, то есть все останавливается, все, программы выключаются, и оно отправляется перезагрузкой. Меня это почему-то очень порадовало. Но долго у меня не продержались, там, больше месяца или двух в Dualboot. И потом был такой журнал «Хакеры», если помнишь. Да, конечно. Буквально вспоминали его в прошлом выпуске. Понятно. Вот. И там как раз была в одном из, помню, первых номеров статьи как раз про разные другие системы, не только Linux. Вот. И поминали там как раз и BSD-системы. Меня заинтересовало как раз OpenBSD, поскольку считалось, что NYX-ы, они такие более все защищены. Ну, конечно, по сравнению с 95-миндой, наверное, и Доршлаг будет защищенным. Вот. Ну, OpenBSD на этом фоне считалась еще более крутой. Ну, поскольку лет мне тогда и 20 не было, я на это, естественно, повелся. Вот. Ну, пошел к вопросу уже более основательно. Я достал книжку «Абсолют» OpenBSD. Я, честно, мучился ее, читал около месяца. Потому что английский и школьный, это, понятно, далек от английского реального. Угу. Вот. Поставил, поигрался, потом по какому-то поводу снес, то ли место было, то ли еще что-то. Потом снова поставил. И с тех пор OpenBSD у меня сначала жил второй системой. А потом уже, ну, это уже было, когда у меня появилась первая нормальная работа в интернет-хостинге. Появился свой ноутбук, и там уже, соответственно, это уже стало первой системой. То есть, Windows я так оставлял в дуалбуте на всякий случай, но все реже и реже у нее возвращался. Вот. Чем меня, ну, скажем так, программистом я тогда тоже стал становиться, наверное, именно полноценным, когда начал ковыряться в опенке. Не только потому, что там все так плохо, что там надо становиться программистом, но скорее потому, что это как-то органично вливается. Как очень хорошо сказал в свое время как раз Михаил Белопухов, Mike B, разработчик один OpenBSD основных, один из старейших, по-моему. Вот. Что OpenBSD это такой замечательный полуфабрикат. То есть, это очень качественный полуфабрикат. И его очень удобно и легко использовать, но при этом нужно все-таки что-то сделать. Как-то его правильно сварить, грубо говоря. То есть, если ты возьмешь, там, не знаю, какой-нибудь замороженный суп и начнешь его жарить, получится, наверное, не то, что надо. Вот. Какой-то такой принцип. Слушай, ну вот ты поставил как бы там OpenBSD, да, начал как-то в ней ковыряться, а все же, что тебя вот так вот, ну, как бы, почему ты постепенно стал больше ее использовать, чем Windows? То есть, как бы, просто задачи были больше как-то в ней или действительно как-то больше интересно было, нравилось ковыряться? Система более предсказуемая, с одной стороны. То есть, Windows начал сильно меняться. Ну, вообще, то, что система операционная меняется, это как бы нормально. Вот. Но в Windows стало очень сложно ориентироваться. Я пытался, честно, программировать под Windows. Я немножечко до сих пор еще могу ориентироваться в дебрях MSDN. Ну, это было как-то очень мучительно, что ли, я бы сказал. Потому что само по себе, как бы, вот, там подробно хорошо документированы огромные API, но ты не понимаешь, что там и дальше за ним работает. Вот. Как котенок, поэтому MSDN-у должен двигаться. Вот. Мне это, видимо, казалось не очень комфортно. А с другой стороны, имелась возможность, в общем-то, в системе поковырять все, что угодно. Ну, и в какой... Ну, и поначалу, конечно, повторюсь, это были, конечно, понты. Это были понты, что вот у меня не какая-то там банальная винда, и даже не Linux, а что-то вообще такое экзотическое. Ну, да, как бы там Linux какой-нибудь там Red Hat там с LockWari, ты еще одно делала, да. Да, тут как бы совсем прям Open. Да даже не FreeBSD. Ну, да. Кстати, а почему... Ну, да, собственно, говорю. Почему вот не Free, то есть как бы сразу вот так на Open? На Free-то никак-то не было? Ну, говорю, меня заинтересовало... Ну, изначально, говорю, меня заинтересовало Open. Дальше, собственно, на первой работе у нас там сервера были все под фряхой практически. Вот. Наверное, ну... Может быть, кстати, как раз то, что я именно с BSD-системным знаком был, мне помогло туда устроиться. Это было очень надо с моей стороны. Без всякого опыта попасть сразу как-то помощником сисадмина. Можно сказать, эту должность под меня тогда ввели. Вот, потому что это я явно умел и понимал больше, чем там кипеть. Обычная техподдержка, то есть низший уровень, грубо говоря. Вот. Но у меня не было опыта и так далее, чтобы быть полноценным админом. И на фряхе, да, там было много. Фряха это была тогда как раз вот появлялась шестая ветка, вот в это время примерно. Фряха была достаточно крутой системой, но... Что-то она умела лучше. То есть она была, например, быстрее при работе с диском, безусловно, чем опенок. Вот. У нее были джейлы. У OpenBSD тогда был в лучшем случае сисджейл, который так и остался, в общем-то, недопиленным. Теперь можно сказать, заброшенным. Но как у OpenBSD были, например, более удобные порты. То есть Марк Эспи уже в то время достаточно много вложил сил в то, чтобы реорганизовать эту систему. Изначально как бы OpenBSD заимствовала систему портов из фряхи. Но потом ее очень сильно дорабатывали, а фряшники, можно сказать, положили болт на ее развитие. Начали заниматься активным и качественным развитием, ну, вот, наверное, года три назад. Два или три. Вот. Что еще? В OpenBSD лучше работала система, скажем... То есть подключение оборудования было меньшим геймором. То есть в OpenBSD достаточно давно в OpenBSD заработал, в принципе, просто включил и работает. В большинстве дистров Linux и во фряхе это появилось спустя год-два-три. Как-то так. Ну, у меня не было особых причин уходить с OpenBSD, потому что как бы SSH есть, есть иксовые там окна, в крайнем случае, там надо пробросить. Работает, работает. А остальном, собственно, для работы больше ничего не было надо. Я как раз хотел сказать, что я раньше долгое время сидел тоже на фре, и, ты знаешь, вот, как бы порты, да, сколько я помню, там, наверное, еще с пятерки я где-то, или с четверки, наверное, с пятерки с фрёй столкнулся, да, там, наверное, до восьмерки где-то я так активно ей пользовался и на десктопе. Вот, и порты, как бы, вот они были, и какие были, да, действительно, там ничего не происходило. Вот расскажи, чем ты говоришь, так активно, мыслишь, чем в OpenBSD порты, вот, отличаются там от фрюшных, то есть, как-то, что там такого они улучшили, там, не знаю, расширили, или что с ними сделали? Ну, повторюсь, что это вот во многом заслуга Марка Эспи, он практически всю эту инфраструктуру в одиночестве переделывал. Во-первых, нужно различать, что есть, собственно, порты, которые, как бы, описывают, как мы там будем что-то собирать и упаковывать, вот, и есть, соответственно, потом система для работы с бинарными пакетами, которые у нас собираются. В опряхе изначально было как, что у нас что-то где-то собирается, ставится в систему, и потом из того, что поставилось, собирается бинарный пакет. Вот, идея, ну, уже даже тогда, когда я узнал, что во фряхе это так сделано, вот, я немножечко удивился. Видимо, так было проще. В опенке уже даже тогда, когда я туда пришел, сначала собирался бинарный пакет, то есть установка происходила в фейковый каталог, из которого уже содержимое каталога собирался бинарный пакет, и потом уже этот бинарный пакет по необходимости мог устанавливаться в систему. Вот, в опенке также сделали, Марк прикрутил субпакеты, то есть, если нужно было из нескольких, из нескольких составляющих какого-то программного пакета сделать несколько отдельных подпакетов, например, там, клиент постгресса, сервер постгресса, документация постгресса, во фряхе для этого делалось три разных порта. Вот, в опенке, соответственно, стало возможным написать все в одном порте, получалось три пакета, которые делались из одного порта одновременно. То есть, происходила одна сборка, одна фейковая установка и собиралось три разных пакета. Вот, это такие крупные изменения. Появилась система модулей, она чем-то похожа на вот эти вот use-флаги, которые, по-моему, так и остались в портах фряхе. Вот, что там use, что-то там, use, что-то там, вот эти опции. Вот, но модули, на самом деле, были предназначены немножко к другому. То есть, посредством модулей можно было воздействовать на самые разные переменные, которые использовались. То есть, посредством модулей можно было, там, как-то модифицировать стандартные этапы сборки пакета. То есть, вот, конфигурить и так далее, модуль мог добавить что-то, какие-то шаги, например, или же заменить какие-то шаги. Модули могли, там, другие модули цеплять. При этом, если use-флаги – это, как бы, управляемая пользователем сущность, то модули – это то, что уже запрограммировано. То есть, пользователю об этом ничего там думать не надо. В OpenBSD еще также пошли на радикальное сокращение самих этих опций, флауров для сборки. Почему? Потому что, на самом деле, добавляя каждую опцию, ты добавляешь, по сути, вариант сборки пакета, который, по-хорошему, надо тестировать. Ну, конечно, да. Но, будем честными, никто, если у тебя в пакете 10 опций, у тебя получается 2 в десятой степени, ну, может быть, чуть меньше, там, если они не все совместимы друг с другом, 2 в десятой степени вариантов. Вот кто будет тестировать 1024 варианта сборки пакета? Да, ну, понятно, что никто. Ну, вот, то есть, к тесте, допустим, дефолт какой-то и там пару, может быть, вариантов, все. У OpenBSD, поэтому, решили, что нечего прикидываться, что у нас это все есть, проще, какие надо опции, там, соответственно, что-то повключали, что-то, что, наоборот, может быть, не особо важно, где-то поубирали. И у флауэра достаточно мало, скажем так, остается, то есть, только при такой насущной необходимости. В частности, например, довольно мало флауэров типа, там, с иксами или без иксов. Потому что считается, что иксы, они идут в комплекте с базовой системой, и если они по дефолту включены, если ты их отключаешь в дефолт, ну, соответственно, ты уже сам себе злобный пингвин. Понятно. Ну, с другой стороны, может быть, и правильно, как бы, да, вот, чтобы сократить, зато получить большую стабильность, потому что, в принципе, вот, ну, как бы, что там во FreeBSD, даже порты, в принципе, ну, в OpenBSD, я не очень там, да, так сказать, это лучше скажешь. Все равно, как бы, они всегда вызывали, знаешь, честно говоря, большего доверия, чем, как бы, вот, там, не знаю, RPM-ки во всяких Linux-ах, там, или, там, дебы. Ну, тоже, конечно, там есть какая-то общая, там, бейс, там, не знаю, апдейты, репозитории, где, в принципе, все, так сказать, тестируется, проверяется, но вот это большое разнообразие, там, откуда что можно поставить, всякие там сторонние репы, они как-то так всегда не вызывали доверия. А тут ты вот думаешь, ну, что, тебе надо что-то поставить, идешь там в порты и знаешь, что оно там, скорее всего, поставится и соберется, и все будет работать. Ну, я больше того скажу, что если в Афряхе изначально философия подразумевала, что, в первую очередь, порты, а пакеты там уже кому надо. Ну, да, да, да. Вот, OpenBSD изначально упор как раз на то, что мы делаем хорошие бинарные пакеты, и, соответственно, если вам нужен поставить софт, идите в пакеты, и только если у вас уже там что-то, то, что по каким-то причинам в пакеты вообще не попадает, например, какой-то экзотический набор флаворов, вот, тогда уже, соответственно, собирайте из портов. Ну, вот, пожалуй, такой пример, с которым, наверное, редко кто сталкивается, но вот лично я в продакшене столкнулся, есть, например, у нас Apache, HTTP сервер, знаешь, такой? Ну, конечно, конечно. Ну, да, вот. Его еще кто-то использует даже, просто интересно, все уже, по-моему, на NGX перешли. Нет, ну, Apache, он больше как сервер приложений, можно сказать, себя позиционирует, NGX, он в этом качестве только, можно сказать, недавно начал, пошел, когда у меня там ФСГА весь нормальный появился, ну, это все не суть. Ну, да. Вот, есть у нас, соответственно, порт для Apache HTTP сервера, который, в свою очередь, зависит от такой библиотечки, там, APR-утил, вот, Apache тоже. Вот, соответственно, Apache HTTP сервер может быть собран с поддержкой LDAP, может быть собран без поддержки LDAP. Ну, соответственно, он, в том числе, цепляет в этом случае, по зависимости от того, как он LDAP или не цепляет. При этом, если ты его собираешь с поддержкой LDAP, то тебе и APR-утил нужен тоже LDAP-овский. А если собираешь без поддержки LDAP, то APR-утил обязательно должен быть не LDAP-овский. Есть такой прикол. Ну, это, кстати говоря, так немножко неожиданно. Вот. А вот здесь, соответственно, возникает конфликт, когда начинаешь ты массово пытаться собирать пакеты. Вот, что у тебя, например, у тебя собрался там где-то когда-то APR такой и сякой, потом начал собирать какой-то пакет, которому нужен APR-утил, не LDAP-овский. А потом и в этот момент ты пытаешься также собрать Apache HTTP-сервер, которому нужен APR-утил LDAP-овский. И собрать, соответственно, ты в этом случае его не можешь. То есть у тебя ломается сборка. Соответственно, чтобы такого не происходило, вот, LDAP-овская версия Apache, она просто от сборки пакетов отключена. Ну, это, повторюсь, это вот такое исключение, а так в целом все стараются именно собирать бинарные пакеты. Бинарные пакеты сейчас у нас подписываются, они достаточно эффективно обновляются. Там хитрый механизм, когда при... поскольку системы, на которых постоянно собираются пакеты, они же могут запоминать какое-то состояние, они могут запоминать последние файлы, когда, соответственно, по сравнению с прошлой сборкой. Соответственно, когда ты собираешь новую версию пакета, вот, и файлы, которые изменились, они попадают в начало в этом случае при создании архива с пакетом, которые изменялись раньше, соответственно, они попадают в конец пакета. Таким образом, когда ты устанавливаешь пакет, или обновляешь, точнее, когда ты обновляешь пакет, у тебя достаточно прочитать только начало этого архива. Но, когда ты доходишь до файла, который уже не менялся, такой же, как у тебя на системе, ты знаешь, что и остальные файлы уже будут тоже такими же, как у тебя на системе. Ну, слушай, интересная оптимизация, но это все равно все же ты пакет содержит все файлы. То есть, например, там в RPM-ах есть дельта-пакеты, да, когда только дифы. Да, а вот здесь мы обошлись без дифов. Но при этом все равно установка быстрая только за счет того, что ты как бы всегда читаешь начало архива, и получив там первый файл уже с прошлой датой, старой, в смысле, уже гарантированно знаешь, что дальше не будет никаких изменений, можно просто игнорировать, условно говоря. Да, да, я могу чуть-чуть, может быть, где-то ошибиться в том, как именно алгоритм работать, но суть именно такая. Интересная, слушай, ну, хорошая оптимизация. Вот это полностью, повторюсь, придумка Эспи, он это прикрутил, и это, в общем-то, работает. А расскажи, как вот, в принципе, ну, устроен вот процесс, то есть, там, подготовки порта, там, не знаю, к релизу, да, то есть, вот как, там, ну, работа мейнтейнера, условно говоря, да, вот заключается, вот, как весь процесс вот, там, становления и дальше, так сказать, уже публикации, периодически вот этого обновления, собственно, пакета, ну, и порта, соответственно. Здесь, ну, здесь есть, соответственно, аспекты, скажем так, более технические и более, скажем так, административные. Административно начинается с того, вот, кстати, тоже отличие опенкских портов от фрящных, в опенке порты привязаны к релизам, то есть, также есть стабильные ветки портов. Во фряхе, по-моему, я не помню, в последних версиях, по-моему, хотели это сделать, не знаю, сделали или нет, а так очень долго порты шли. Не, ну, раньше то есть не было, раньше дерево портов было само по себе. Раньше оно было сквозное, да, то есть, как бы в портах пытались поддерживать там сразу много версий фряхи, очень много сил на это, по-моему, кстати, у народа уходило, все равно постоянно что-то ломалось. Вот, то есть, я помню, когда только появилась шестерка, мы пользовались портами, у нас там основное было 4.11, стояло как раз вот в хостинге, вот, это было грустно. На пятерку в хостинге никто не юзал, но я думаю, ты знаешь, это страшно. В общем, пятерка не для продакшен. Ну, да. Вот, ну, порты, они привязаны к релизу, и, соответственно, разработка портов синхронизирована по циклу с циклом релизов. Релизов OpenBSD строго раз в полгода, и, соответственно, ближе к дате релиза начинается сначала там плавная заморозка, потом, когда, например, перестают приниматься там порты, вот, потом жесткая заморозка, когда только изменения необходимые там для исправления критических каких-то ситуаций, вот, и потом, соответственно, релиз лог убирается, и мы начинаем новый цикл. В портах обычно заморозка происходила немного раньше, потому что OpenBSD работает, в том числе, на достаточно слабых архитектурах, которым, чтобы собрать пакеты, нужно порой, ну, месяц или больше. Вот, сборка пакетов у нас происходит не на эмуляторах, а нативной, это принципиальная позиция. Ну, это принципиальная позиция, как бы, так сказать, там, ну, команды, то есть, ТТО, да, там, ты так решил, или вот в чем-чем? Да, это принципиальная позиция команды, почему? Потому что это позволяет реально тестировать, собственно, работу операционной системы на этом железе. То есть, вот такая массовая сборка пакетов – это отличный стресс-тест. Это один из самых лучших стресс-тестов, потому что он нагружает постоянно то процессор, то диски, то сети, потому что сборка, там, параллельно же на нескольких машинах идет. Все постоянно там данные бегают туда-сюда. То есть, это отличный стресс-тест, и он позволяет выявлять достаточно много проблем. То есть, это где-то, в принципе, там целый парк держится, вот, всех поддерживаемых, так сказать, там, архитектур, да, там, поколений, соответственно. В основном все у Тео. Ну, скажем пару слов для тех наших слушателей, кто вдруг не знает, кто такой Тео. Это, собственно, ну, автор, можно сказать, операционной системы, да, как вот там Тео Де Ратт. Тео Де Ратт, ну, не то чтобы автор, но, скажем так, главный идеолог. Да, главный идеолог, да, главный идеолог. Вот, который как раз в 95-м году вошел в конфликт с разработчиками NetBSD, которыми он тогда вместе работал, вот, и там, после определенного скандала, соответственно, когда ему там закрыли аккаунты, ушел, основал форк, с него ушла еще часть разработчиков, вот, ну, и как-то так с тех пор и живем. Да, он же, кстати говоря, автор и еще, по-моему, OpenSSH, да, что-то? Да, да, он один из авторов OpenSSH, к ПФ он приложился, по-моему, немного, там, в основном, другие люди работали. Ну, сейчас он, ну, в первую очередь, на нем весь, можно сказать, релиз инжиниринг, именно основной системы. Ну, и последнее слово обычно тоже за ним пользоваться им приходится и не часто, к счастью, вот, но, если что, как бы, ну, его мнение решающее. Ну, и плюс он организатор, ну, или соорганизатор хакатонов, это все через него проходит, так или иначе. Ну, мы об этом, да, чуть попозже еще поговорим. Слушай, Вадим, ну, смотри, вот, как бы, да, ты говоришь, что там сервера все, в основном, живут там у Тео дома, да, а скажи, а нет ли вот как-то у сообщества какого-то там опасения? Ну, мало ли, что там с Тео случится, не знаю, проснется утром, подумает, все, нафиг мне ваш OpenBSD сдался, и возьмет там, рубильник вырубит и все там, все серверы выключит. Или там, не дай бог, что-то страшное с ним случится. Вот какая-то, что называется, такой запасной вариант. Ну, скажем так, есть несколько разработчиков, можно их назвать, наверное, условно каким-то коретим, вот, как это тогда называется, FreeBSD, но это не, опять-таки, не какая-то жесткая структура. Вот, первым, я, наверное, в этом списке назвал Боба Бека, вот, которые, я думаю, вполне могут подхватить знамя, так или иначе. Вот, другое дело, что вариант, что Тео это надоест, он пока и не рассматривается, поскольку Тео, в общем-то, и несколько человек, который на 100% живет в OpenBSD. Вот. А во-вторых, все-таки в OpenSource вообще в целом достаточно много обычно зависит от личности, то есть Тео, если уйдет, то так или иначе, это как-то повлияет на проект. Ну, довольно-таки сильно, наверное, повлияет, да? Если уйдет любой из достаточно серьезных разработчиков. Это что называется, знаешь, есть такой термин «бас-фактор», да, вот, как бы, Боба обычно любит его считать, там, то есть, в принципе, в OpenBSD он, ну, то есть, близок к единице, да, получается все же где-то, ну, или там 2-3 где-то условно. Скажем так, мне трудно так нафантазировать, то есть, то, что это будет серьезным ударом по проекту, если действительно с Тео что-то случится, это да. Вот, какие-то меры он, конечно, принимал, то есть, некоторое время назад, например, Тео заметно больше занимался релиз-энжинирингом, чем сейчас, сейчас он часть этих полномочий делегировал, вот, и, пожалуй, самый такой четвертый момент, то, что именно инфраструктура проекта в основном находится у него. Ну, да, интересно, а это вот чем обословлено? Ну, просто так сложилось исторически, то есть... Ну, где-то она же должна находиться. Нет, это понятно, но просто, как бы, дом, это, во-первых, там, она стоит, ну, хорошо, если у тебя там большой дом, да, там, где-то в подвале, наверное, можно там стойку поставить. Ну, у него дом имени OpenBSD, можно сказать так. Просто, как бы, достаточно затратно, там, и по питанию, опять-таки, там, и по охлаждению, по всему, то есть, это такой, ну, не так, чтобы, не один сервер, что называется-то, в общем-то. Ну, да, да, и если помнишь, все время как раз линоксоиды долго ерничали, когда ты опубликовал письмо, что ребята, не поймите неправильно, но с этими счетами из-за электричества проект может просто загнуться, и тогда же как раз OpenBSD Foundation, незадолго до того основанный, начала получать достаточно заметные вливания. Ну, ясно. Ну, то есть, как сейчас каких-то там планов переезда куда-нибудь там в облачный, в дата-центры, в принципе, пока особо нет такой задачи, я так понимаю? Нет, нет, нет реальной потребности. То есть, если будут какие-то проблемы, будем решать. А решать проблемы, которых нет, ну, это не OpenBSD-шный стиль. Ну, я понял, да, тут надо решать то, что насущно, а не что-то в будущем. Ясно. Ну, коль уж затронулись, слушай, расскажи, кстати говоря, в принципе, вот, как устроен проект OpenBSD, то есть, насколько велика там команда, как вообще, какие там зоны ответственности разработчиков, как, кто за что там отвечает, там, за ядро, за, там, не знаю, какие там пакеты, иксы, инфраструктуру, компиляторы и так далее. Ну, то есть, вот, как оно все живет изнутри? Ну, прежде всего, что могу сказать, что OpenBSD в этом плане неформализованный проект. То есть, если там заходишь в какую-нибудь тоже фряху или в какие-то Linux-дистрибутивы, вот, там практически сразу можно толкнуться там на какие-то вот кодексы, правила поведения, еще что-то, правила там взаимодействия и так далее. В OpenBSD в этом плане менее формальных, то есть, конечно, там определенные правила есть, но они, по большей части, достаточно естественны. Вот, ряд некоторых правил там каких-то внутренних, можно сказать, документов, можно сказать, в одном линице внутреннем документе, который я видел, написан, но не более того. Организовано в целом как? Есть, ну, это, скажем так, неформальное такое разделение, разделение разработчиков на тех, кто занимается в основном базовой системой и на тех, кто занимается в основном портами. То есть, есть, конечно, люди, которые там ковыряются и там, и там, там, мои шаловливые ручки тоже, например, где-то в базовой системе, изредка, что-то, правильно, вот, но в основном я вот занимаюсь портами. Вот, ТЭО, соответственно, например, в порты не лезет вообще. Вот, что там тот же Эспи, например, он, кстати, он был одним из разработчиков активных ГЦЦ в свое время. Вот, сейчас он, ну, сейчас, правда, и в портами не так много занимается, у него много там забот, он тоже преподает где-то во Франции. Ну, вот, у него сейчас это почти все время занимает. Ну, вот, он и занимался в основном именно портами. Есть несколько, значит, в плане портов тоже. Есть люди, которые регулярно проводят как раз вот полные сборки пакетов, так как Балк Биллс. То есть, это натравливается именно пакетный сборщик на вот все дерево портов, как оно написано, и оно все подряд собирает. Соответственно, кто на разных архитектурах это делается, то есть, у каждого там какие-то свои могут быть архитектуры, на которых он может это сделать, если у него есть несколько машин подходящих. Основная система сейчас собирается на машинах, которые лежат у ТЭО. То есть, кому надо, соответственно, кто занимается той или иной архитектурой, он может, соответственно, доступ имеет через последовательную консоль, например, по сети, что-то типа сетевого КВМ, вот, или же просто по СССР иметь доступ к этим машинам. С ИКСами отдельный разговор, потому что фактически ими занимается там один-два человека, Мэтью Херп и... Какой же его зовут там? Сандр. Ну, Шатсин, по-моему, сейчас меньше ими занимается. В основном Мэтью Херп именно релизами ИКСов. То есть, формально OpenBSD состоит как бы из трёх частей. Базовая система, ИКСы и порты. Под ИКСы имеется своя, скажем так, инфраструктура Ксинакара, которая как раз интегрирует вместе собственный ИКСорг, интегрирует ряд связанных проектов, таким образом, что в комплекте при установке OpenBSD получается сразу уже, в общем-то, готовая к работе система с простеньким каким-то виндоу-менеджером, даже несколько. Но при этом в этой базовой системе, конечно, там нету каких-то графических установщиков пакетов или ещё чего-то. То есть, такие вещи, они были, кто-то их там делал, но это всё доступно через те же пакеты, порты сторонние. Понятно. Слушай, а как вот... Ну, то есть, ты сказал, да, какой-нибудь неформализованный, а как, в принципе, вот проекты? Да, есть некоторые правила, скажем так, поведения в плане кода. То есть, если ты хочешь где-то что-то поменять, если это в базовой системе или в ИКСах, кроме ядра, ну, или кроме чего-то очень критичного, то, как правило, можно получить ОК от какого-то разработчика, который в этой теме разбирается. Если это в ядре, то обычно нужно два ОК. В портах же там немножечко по-другому. Значит, на импорт порта, то есть, на то, чтобы новый порт добавить, можно получить чей-то ОК. Соответственно, если порт делает один разработчик, значит, кто-то другой должен дать ОК. Если порт приходит извне, значит, соответственно, какой-либо разработчик сам это дело проверяет и иницирует. То есть, в любом случае, два разработчика всегда какой-то порт обрабатывают. Поэтому порт, пришедший извне, соответственно, немножечко больше может колупаться, немножечко дольше потребуется время, чтобы его пропихнуть. Потому что, соответственно, за действием получается минимум три человека. То есть, инициатор и два разработчика. Какого-то строгого механизма, что надо обязательно все порты, предложения, которые приходят обрабатывать в течение какого-то времени, такого нету. То есть, это все полностью в этом плане добровольный open source в чистом виде. Кто хочет, чем и занимается. А много, в принципе, народу, так сказать, портов? В портах столько, наверное, несколько тысяч пакетов, в принципе. То есть, это народу много, да? Или это там не так уж и много, как бы, обслуживает все это дерево? Ну, портов где-то около, по-моему, 7 тысяч. При этом, это портов, а не пакетов. Как я уже говорил, что некоторые порты, они могут много пакетов делать. Ну да. А вот там какая-то локализация, например, может в 20 пакетов вылиться там для каждого языка. Ну да. Вот. Чем как раз вот меня радуют околенпенковские порты? Требуется сравнительно немного усилий для их поддержки. То есть, вот смотри, весь гномовский стэк, то есть, собственно, то, что входит в проект гном и то, что бегает рядом снимки, польсяки, либо к ССЛТ и тому подобного, вот, это поддерживают фактически два человека. Ох ты, всего лишь навсего. Мне кажется, это тоже один из таких... Поддерживают всего два человека. Один из вопросов был, то есть, вот, ну такие, да, проекты такого масштаба, как там, не знаю, гном, KDE и так далее, да. Это же огромный набор там пакетов, там, несколько десятков. И, в принципе, как бы там они универсально не разрабатывались, но я имею в виду там под Linux, под BSD, да, все равно требуется время какое-то на вот какой-то там патчинг, да, вот там правильный пути, правильный где-то и в там, и в DEF, и, да, где-то в коде. Вот, кажется, что, в принципе, это должно занимать много времени, а ты вот говоришь, что там весь гном поддерживает там два человека, по сути, но это как бы очень так вообще неожиданно. Да, ну, я, правда, конечно, оговорюсь, что эти два человека, они работают в одной французской конторе, которая занимается как раз внедрением OpenBSD, вот, то есть, они именно рабочие места на базе опенка и на базе, по-моему, CentOS делают, вот, то есть, это именно системные интеграторы, которые вот в Европе работают, у них там даже какие-то клиенты в топ-500 компании входящие есть, вот, и, кстати, это же конторы, МТАР, они делают стейбл, обновление стейбл-пакетов. Тут нужно уточнить, что, хотя порты, они в стейбл-ветке и имеются, обновления, то есть, там, когда какие-то уязвимости или его серьезные проблемы, там, с работой порта, в обновление в стабильную ветку приходит, вот, но бинарные пакеты, при этом, ну, чисто по организационным техническим причинам собирать было особо некому. Вот, там, какое-то время кто-то там собирал, потом не смог, вот, и сейчас, по крайней мере, для интеловских, по-моему, архитектур, вот, вот эта контора обновления такие делает. Да, они свободно доступны, кто угодно может их скачивать и использовать. Ну, если он, конечно, доверяет собранному не OpenBSD, а какой-то сторонней конторой пакетами. Ну, да, понятное дело. Слушай, расскажи, как ты, вот, в принципе, ты стал, там, я так говорю, ты же тоже, там, по сути, являешься мейнтейнером нескольких некоторых пакетов, да, в общем-то, как бы отвечаешь за какое-то там количество. И я являюсь фактически мейнтейнером КДЕ и КУТЕ. Вот, это тоже такие вообще довольно-таки немаленькие проекты, особенно, там, КДЕ, хотя КУТЕ... Фактически единственным. Фактически единственным. Расскажи, вот, как, в принципе, ты, вот, стал мейнтейнером, то есть тоже как-то просто появилась эта идея, что, вот, его не было, или просто какие-то патчи, там, маленькие багфиксы, ну, вот, как ты вообще вошел во все это? Это очень плавно было, то есть, когда я с OpenBSD начал пользоваться, я в процессе, то есть я его поставил, с консолью немножечко освоился, дальше я позвонил своему другу, линуксоиду, и спросил, а что графическое можно поставить, чтобы можно было, там, какие-то вещи делать, не то чтобы проще, но, по крайней мере, которые требуют графический режим, там, текстовый процессор, чтобы, там, использовать еще что-то, может, игрушки даже какие-то, какие-то мы грушки, вот, в ту пору. Он сказал, ну, вот, есть Гном, есть КДЕ, мне больше нравится Гном, поэтому я поставил КДЕ. Вот, это был еще 3.5 какой-то. Вот, 3.5, ну, 3.5, это там еще не третий, да, не 3.2 там какой-нибудь. Да, 4.5 тогда была еще только в проекте, то есть это было еще 3.5.7 или что-то типа того. Я этим пользовался. Вот, потом постепенно КДЕшники начали делать КДЕ-4. Вот, ну, что это было такое, я лучше вспоминать не буду, особенно потому, что это было в начале. Вот, а майнтейнером КДЕ, КДЕ, кстати, как раз был, опять же, тут все тот же самый Марк Эспен. Я понимаю, что я его часто упоминаю, но это вот такое совпадение просто, что, я говорю, он и портами занимался, и конкретно вот КДЕ с КДЕ тогда майнтейнил, когда еще можно было майнтейнить. Он, честно, пытался КДЕ-4 как-то запилить. Он два раза какие-то work-in-progress порты вписывал в дерево, не подключенные к сборке, но просто, чтобы можно было уже хоть что-то делать. Я это пытался, честно, попользовать даже, оно толком не взлетало. И я решил, чем черт не шутит, попробуй-ка я запилить КДЕ. Я был молодой и глупый, я не знал, какой это объем работы. Честно, это единственная причина, по которой я с этим справился. Отлично. Ну, расскажи поподробнее, я думаю, это очень будет интересно послушать. Вот, ну, не, ну, будь, конечно, честно говоря, то есть, мне помогали, это безусловно. Ну, вот, то есть, в это время как раз Яспер, кстати, как раз это один из тех товарищей, кто гномом занимается, вот, с невыговариваемой фамилией, поэтому Яспер, он на гитхабе сделал репозиторий OpenBSD VIP, work in progress в смысле, вот, как раз для пакетов, которые, для портов, которые еще не достойны того, чтобы быть включены в дерево в основное, но, чтобы можно было над ними как раз как-то совместно работать. Вот, я, собственно, как раз туда импортировал, попросил аккаунт, получил, и, собственно, импортировал туда текущее состояние KDE-4 и начал потихонечку ковырять. Вот, ковырял я это, ковырял, не сказать, ну, наверное, год, наверное, почти год. Вот, ближе, я не скажу, какой это был точно именно год, помню, что это было ближе к концу осени, где-то в районе ноября, я получил приглашение пообщаться ближе, там, в чате разработчиков, собственно, поскольку я занимался как раз вещами, которые раньше занимался Эспой, получил приглашение от него, соответственно, начал общаться там, начал что-то дорабатывать, там очень много пришлось делать доработок, переработок с этим четвертым KDE, вот, и там очень страшно. Ну, немножко так вот, как бы, если вдаться в подробности, то есть почему, они просто больше заточены были там, не знаю, под Linux или что-то, чего пришлось так сильно запиливать? Ну, во-первых, ну, прежде всего, там был Симейк, портов на Симейке у нас почти не было, вот, там, спасибо Дэвиду Коппа, который определенные усилия приложил, вот, для того, он сделал как раз модуль, там, который, для портов, который прощал сборку на Симейке, то есть достаточно было прописать, там, модуль S+, равно, devil, слэш, Симейк, и по большей части уже проблема была решена. Вот. Но дальше начались приколы какие? Во-первых, как раз захардкоженные определенные пути соглашения, скажем, куда класть, там, то есть то, для чего в BSD-системе, там, есть каталог lib.exec, в KDE, это, соответственно, lib, слэш, что-то там. Вот. Это были местами, да, специфичные для Linux-а вещи, когда KDE-шники что-то начинали реализовывать, что не входило в рамки QT, и был достаточно низкий уровень, там, работа с процессами, там, с аутентификацией пользователей, такие вот вещи, то есть, я туда прикручивал, например, как раз поддержку аутентификации средствами BSD. Во фряхе, кстати, этого делать не стали, потому что во фряхе, по-моему, пам... Linux-бэйс? Через Linux-бэйс? То есть, пам прикручивали? Нет, во фряхе там пам, по-моему, достаточно свободно использовать, то есть... А, я просто что-то уже не помню, да. В базе его нет, но его как бы прикрутили, а в опенке пам стараются не использовать по ряду причин, вот, но прикрутить BSD аутентификацию в итоге оказалось крайне просто, это оказался самый маленький из всех, соответственно, плагинов для аутентификации, из всех, которые там были, то есть вот по количеству строк-кодов, он там реально, наверное, строчек 15. Вот. Вызов там функциалов, юзер, окей, и все. Вот. Было много головной боли, связанности, что я просто не понимал, во что я ввязался. То есть, часто приходилось переделать вещи, потому что я начинал что-то делать, потом понимал, что делаю неправильно. Много головной боли было, с чем еще связано, с тем, что зависимости не всегда были очевидны. То есть, при сборке CMake вроде бы он там пишет, что там все еще там full package такой-то, found libraries там такой-то. Ну да, да, вроде достаточно иную форму. Да, но CMake позволяет еще указывать, когда ты там внутри пишешь, там find package, find что-то, еще ключевое слово quite. И тогда это все происходит тихо. Я не знаю, зачем разработчики KDE так полюбили слово quite, но я их проклял. Вот за это конкретно я их проклял. Вот. То есть, ряд каких-то неявных зависимостей он постоянно меня доставал. Ну и дальше, в чем еще? Ну и просто их было много, потому что даже когда я начал заниматься четвертым KDE, это было уже пакетов, наверное, 40. Вот. Только в составе самого KDE, это не считая софта типа там Digicama, там каких-то игрушек, еще чего-то. То есть, того, что не входит, не входил в состав KDE как такового, KDE Software Collection. Угу. Когда я заканчивал уже, когда KDE 4, скажем так, сделал все, там портов только стало уже около 60, и это не считая еще локализации. Вот. Много проблем еще было из-за вот чего, из-за плохо прописанных зависимостей в самих CMake файлах. То есть, если сборка происходит, скажем, той же ниндзи, когда у CMake и backend ниндзя, а не мейк файл. Вот. Ниндзя, она, конечно, быстрая и замечательная, но еще она, в общем-то, специально это делает даже. А вот она пытается собирать в случайном порядке. Ну, то есть, в рамках указанных зависимостей старается выбирать что-то более-менее случайное. Получается такая менее предсказуемая сборка, которая выявляет как раз вот все эти косяки с зависимостями. И таких в составе KDE было достаточно много. Угу. Далеко не все тесты по-прежнему, на самом деле, четвертого KDE проходят. Некоторые просто потому, что сами тесты криво написаны, некоторые потому, что они рассчитаны на что-то линоксовое. Вот. Ну, а некоторые просто то, что у меня руки так и не дошли починить. Угу. Вот. Ну, то есть, опыт был примерно такой. Ну, хорошо. А KUTE тоже где-то примерно так же. То есть, или KUTE просто плавно вытек из-за KDE, то есть, да, поскольку там, в принципе, много всего? Или вот... Ну, у KUTE четвертый марк мейнтейнил, то есть, за KUTE я всерьез взялся, когда стало понятно, что, ну, пора заниматься пятым. То есть, когда стало понятно, что надо все-таки перезаниматься пятым KDE и, соответственно, для него делать пятый KUTE. Марк уже к этому времени не имел возможностей, может быть, и желаний, я не знаю, скорее возможностей этим заниматься. Вот. Поэтому я начал потихонечку заниматься пятым. Вот. Я начал сначала с того, что было в четвертом. Вот. Ну, с KUTE там было много проблем тоже со внутренними зависимостями. То есть, в итоге, например, фактически в рамках сборки приходилось мейк прогонять два раза. Потому что с первого раза с документацией не собиралась нормально. Вот. Не собиралась нормальная документация и не собирались некоторые... Криво, по-моему, прописывались какие-то префайлы. Вот Project Includes такие вот в KUMAKE. Вот. Там пути неправильные прописывались и в WebKit, и еще в каких-то модулях. Ну, вот. Самим WebKit там, ну, мне повезло то, что Марк проделал титаническую работу по его допиливанию еще в четвертой KUTE. В пятом KUTE его мало меняли. Вот. Но, опять-таки, должен честно сказать, я пытался KUTE VPN тоже портировать. Я не осилил. Это будет делать кто-то другой. И это буду делать явно не я. Потому что это страшно. Да. Я смотрел, даже, по-моему, участвовал немного в каких-то рассылках KDE, куда писали люди из Fedora, из SUSE, еще откуда-то. Они говорили, ребята, идите вы со своим KUTE VPN куда подальше. Вот. В первую очередь это относилось к разработчикам KDE PIM, вот. Которую, собственно, вот как в KDE 4 сломали замечательные камейлы и все остальное. Так, в общем-то, по-моему, до сих пор не починили. Ну, в общем, да, конечно, работа большая. И сколько ты вот сейчас так, в принципе, ты видишь, вот уже как бы оно вроде более-менее живет, да. Ну, периодически же выходят какие-то там обновления, да, там, не знаю, патч-левелы и так далее. Или вот как бы все это приходится же как бы тоже мейнтейнить, как это сейчас? Ну, сейчас оно в таком состоянии. То есть, 5-й KUTE, вот я не так давно, буквально вот в декабре, я его обновил там до 5-6 от LTE-светка. И надеюсь про KUTE на ближайшие годы забыть, как про страшный сон. Буду заниматься именно KDE. Вот, а с KDE там есть с пятым сложности, потому что они начали активно переходить на Вейланд. Это значит, что надо на опенок прикручивать Вейланд. Я немножечко в этом поковырялся, я даже что-то куда-то, по-моему, отправил патчи. Но дальше все уперлось в то, что надо еще в X-ах там включать поддержку Вейланда. У меня пока что на это просто не было сил. Вот, то есть, есть сейчас KDE Frameworks, который более-менее как-то обновляется. И несколько, сходящие в KDE Applications приложения. Потихонечку я это стараюсь пополнять, но процесс не особо идет. Вот, а Plasma пока чисто work in progress. Plasma, Plasma Work Spaces из поставок 5-го KDE в опенке пока нет и будет, когда я не знаю. Вряд ли раньше конца наступившего года. Понятно. Слушай, а вот как бы вот потребность-то есть? То есть, народ кто-то спрашивает, будет, нужна, не нужна. Кто-то там какую-то помощь, не знаю, предлагает, не предлагает. Или ты так вот все это один прям пилишь? Помощь? Нет, помощь есть пара человек, которые периодически что-то делают. Я за ним это очень благодарен. Именно вот за пределами я имею в виду разработчиков по МВСД. В среде разработчиков, ну, просто в целом я как бы поддержку и помощь по необходимости получаю. В этом плане сообщество очень дружное. И, собственно, это качество, которое здесь особо ценится. То есть, если возникают какие-то конфликты, то дальше возникает простая ситуация, что или конфликт сейчас улаживается, все остаются друзьями, или если не как, то кто-то просто уходит. Вот, это лучше, чем постоянно какой-то вот такой вот вялотекущей разборки на тему, что вы там все неправильно делаете, или что вот мне не дают свободы, там, мои коммиты ревертят, или еще что-то. Вот, такие вещи пересекаются быстро. Ну, в каком-то смысле OpenBSD управляется, можно сказать, авторитарно, в каком-то анархично, но мне нравится. Ну, это самое главное. Слушай, а вот все дерево портов, это, в принципе, один репозиторий, да, большой, куда как бы все коммитят, или один большой? Да, это один репозиторий. Соответственно, какого-то... Ну, репозиторий, как я уже сказал, их, собственно, три. Ну, есть еще четвертый репозиторий, это репозиторий, который относится к сайту самого OpenBSD. Вот, ну, соответственно... То есть, он публично доступен, его можно посмотреть через анонс CVS. Вот, ну, соответственно, коммитики, да, кто когда по-необходим. Слушай, а репозитории все еще живут, соответственно, ты говоришь, в CVS, там, не знаю, SVN, CVS даже еще, да? Да, они живут в CVS, переход на SVN был сочтен, ну, менять шило на мыло. Ну, как бы да, он просто... То есть, парадигма разработки от этого особо не изменится. С другой стороны, сам репозиторий очень старый, там очень много было в свое время ручных правок, они, по-моему, даже до сих пор изредка происходят, которые просто нормально не импортируются. То есть, я знаю, что есть люди, которые даже на регулярной основе там какие-то зеркала в Git тоже, например, делают. Но это именно зеркала. Как бы так вот целиком там централизованно полностью там перейти там на Git, Меркурио, ну, что-то такое более, так сказать, не знаю, там современное, просто как бы нет особой необходимости, да? Все же как бы CVS, это же вот это же там каждый раз, не знаю, выкачивать все дерево, там коммиты, вот как это там ветки, не ветки, это же все так медленно как-то, долго. Ну, не, ну смотри, во-первых, есть, например, такая замечательная штука, как CVS SYNC. Когда фактически ты получаешь тот же самый репозиторий у тебя на компе, не можешь работать с ним оффлайново. Я им не пользуюсь, я пользуюсь другой штукой под названием CVS UTILS, который позволяет такие операции, как там добавление файла, например, производить локально. То есть как бы в оффлайне, а потом уже отправку на сервер. Да, да, потом просто делаю коммит, когда, соответственно, там сеть появляется. Я как-то просто уже, видимо, да, отстал давным-давно, как-то перешел там на SVN, потом там на Git, ну, и уже, конечно, таких тонкостей не знаю, видишь, оказывается, там тоже есть какие-то оффлайновые штуки. Ну, нет, ну, Gitom я тоже пользуюсь, потому что, говорю, вот есть на GitHub OpenVBSD VIP дерево именно для портов, которые в процессе. То есть туда там желающие pull-requests могут отправлять, и это все принимается, рассматривается. Смотри, ты так рассказываешь, как, конечно, было все нетривиально при портировании KDE, но понятно, что KDE не единственный, в общем-то, десктоп-окружение, да, существующее на нашем рынке там. К счастью, далеко не было. Да, вот, вот. А расскажи, ты что-то знаешь про там портирование других десктопных окружений, ну, там, Gnome в частности, например, то есть там вот Антуан Жакото, да, я так понимаю, активно работает над портированием. Ну, да, да, Жако, я не знаю точно, как его фамилия произносится. Ну, я пытаюсь, что, поскольку, да, французская, то, наверное, как-то так, вот. Ну, то есть ты что-то знаешь, как вот другие живут DE? Значит, лучше всего, ну, собственно, как таковых именно десктоп-энваримент на данный момент, в общем-то, можем назвать два с половиной, наверное, это как раз Gnome, KDE, ну, и XFCE, который частично с Gnome пересекается. Вот, всё остальное, это в основном какие-то оболочки, но не настолько объёмные, не несущие столько софта за собой следует. Вот, конкретно Gnome и его инфраструктура в OpenBSD поддерживаются очень хорошо, потому что это тот софт, который как раз товарищи из Франции используют именно в продакшене, именно для массовых установок на компьютеры самых обычных пользователей в каких-то компаниях. Вот, а не используют, насколько я знаю, в основном Gnome и на более слабых компьютерах, по-моему, люмину. О-о-о. Вот. Ну, поэтому, конечно, да, если Gnome активен в продакшене, то понятно, что, так сказать, его так или иначе поддерживают. Вот, и, то есть, если вопрос ставить так, что, вот, если приходить на OpenBSD, то какая DES самая вылизанная, я честно скажу, что Gnome. Ясно. Я как мейнтейнер KDE честно скажу, что Gnome. Ну, это да, то есть, это такой, знаешь, честный ответ прям вот, ух, ясно. Скажем тебе, да, за него спасибо. Ну, в любом случае, ты, кстати, тобой проделана огромная просто работа, и в любом случае желаю тебе успехов. Надеюсь, ты, то есть, тоже кто-то подхватит это и поможет более активно. Ну, сейчас, слава богу, там один человек появился, ремипоинт, который хотя бы с KDE Frameworks начал помогать с обновлением некоторых портов. Вот, а там, даст бог, что-нибудь и удастся еще и сделать. Ну, сейчас самая главная боль, это, конечно, сам Qt, это Qt-WP Engine, который надо как-то портировать и дальше двигаться, как-то все-таки прописывать. Вот, понятно, понятно. Вадим, расскажи, вот, в принципе, да, чуть поподробнее, может быть, про вот тесты, про там непрерывную интеграцию для тестов, для портов. Как там вообще все происходит, вот там? Тесты есть в базовой системе и есть в портах. Для иксов тестов нет, так как сами исходники практически без особых изменений приходят из Апстрима. То есть, Xenocar это, в первую очередь, обвязка для сборки, для интеграции сборки иксов в проекте OpenBSD, а не для накладывания патчей. Количество патчей достаточно небольшое. Ясно. В базовой системе тесты, там, в каталоге исходников регресс лежат, они есть для очень многих компонентов системы, библиотек и приложений. Все это есть достаточно давно, но прогонялось, скажем так, полноценно, обычно, наверное, несколько раз за релиз и чинилось от случая к случаю что-то по результатам этих тестов. То есть, какой-то вот строгой политики, что там все тесты сто процентов должны проходить, не было. Это было, скажем так, на усмотрение людей, которые в данной сфере вообще что-то делали. Вот Александр Блютов фигурирует в этой вот... Да, сейчас Александр достаточно большую такую работу производит, систематическую. Собственно, работа, можно сказать, не первый год идет. Значит, вот у DIGOS просто для того, чтобы можно было бы зайти и сказать, мы их регрессы, чтобы все это полностью отработало. Вот, а сейчас, соответственно, деньги, доработки идут по работе самих тестов, чтобы они стабильно отрабатывали. Бывают все эти нюансы, например, что там, когда интерактивно стартуешь программу, она с терминала, а в тесте она не с терминала и ведет себя по этому по-другому. Такого рода вещь. У Александра сейчас ведет проект, на котором регулярно результаты прогона Make Regress показываются. И потихонечку циферки, там проценты выполнения ползут вверх. Вот. Не возьмусь сказать, что к релизу 6.1 там будет везде 100%, но я думаю, будет достаточно близко к тому. Некоторые тесты, например, они могут покрывать какие-то достаточно давно известные недоработки или отсутствие какой-то функциональности, поэтому полных 100% там может и не быть. Ну, понятно. Слушай, а он один как бы, так сказать, решил вот это все дело толкать за качество? Либо все же как-то у вас были какие-то обсуждения, что или он там, знаешь, регулярно приходит и говорит, ребята, ну давайте, давайте же сделаем лучше, давайте все дружно там напишем тест или еще. Как оно? Нет, он не пишет сейчас практически тесты как таковые. Нет, я имею в виду, что вот саму тему вот этой вот непрерывной интеграции, опять-таки, это же такая некая, ну, работа, так сказать, там, административная, достаточно большая тоже все это настроить, как бы подготовить платформу, не знаю, для всего этого. Она уже была сделана или бы сейчас какое-то развитие всего этого есть? Нет, достаточно много уже было, я говорю, суть в том, что задача сейчас именно в том, что можно было просто, имея собранную систему, ну, то есть, после сборки, соответственно, всего, что надо, просто зайти к локмейл регресс, сказать мейк, и чтобы он все это прогнал. То есть, чтобы не надо было, да, как раз именно ручками стоять и что-то там донастраивать. Если, допустим, нужны какие-то внешние зависимости, которых там в базовой системе нет, там, например, некоторые тесты на сетевую подсистему, там, я знаю, они на питон завязаны, еще на что-то. Ну, там, какие-то генераторы пакетов, еще что-то, что под питон уже есть. Ну, вот, вот эти вещи, то такие тесты, они просто сообщения выведут, что пропущены по такой-то причине, и все пойдет дальше, например. То есть, так или иначе, тесты отрабатывать будут. Ясно. Вот. Кстати, тут буквально на днях была новость, что про сиспатч, который теперь, так сказать, официальные бинарные патчи в OpenBSD появились. И, кстати, тоже там автором-то числится все тот же товарищ, Антуан Жако. Антуан, ну, да, так же, как и Sysmerge, тоже он, и, собственно, его контора как раз, ну, не в смысле, что он владелец. Ну, понятно, где работает она. Непосредственно, да, вот, mtire, она сейчас представляет бинарный патч для пакетов, вот, то есть, он давно уже в этом направлении работает. Сиспатч, ну, он пока еще дорабатывается, то есть, это, как бы, оно уже появилось, оно так или иначе будет, но пока что это еще вещи не полностью обкатаны. Ну, понятно, да, но, наверное, все-таки к 6.1-то как-то, к 6.1-то оно написано. Оно появится, да, но, говорю, это будет не очень еще красивый вариант, потому что, насколько знаю, сейчас это чуть ли не в форме, там, каких-то альтернативных тарфайлов, вот, то есть, объем у этих, так условно называя их патчей, он будет такой же, как у релиза, то есть, мегабайт по 200, вот, но, говорю, это пока, первая задача, чтобы это как-то работало и работало качественно. Задача по оптимизации, там, размеры и так далее, это уже вторично. Ясно, ну, здорово, здорово, да, все равно, что такая штука появилась, как бы, и в этом направлении есть работа. Слушай, Вадим, а можешь сказать, вот, комьюнити, да, мы тут обсудили, как оно в целом, а вот на слайдах, там, с OpenCon 2006 года, да, там, приводились цифры про, там, 114 разработчиков и, там, 89 из них не лентяи и, в общем, ну, достаточно большой такой процент, что называется, конверсии. Можешь вот как-то в каких-то, ну, примерно назвать цифры, что сейчас, то есть, сколько сейчас там активных разработчиков, которые, вот, как бы, участвуют в проекте? Ну, смотри, если брать людей, которые хоть что-то, вот, сделали за, скажем, предыдущий релиз, то, там наберется, ну, под 80 человек, ну, в зависимости от того, как там считать, некоторые вещи, вот, там набирается где-то под 80 человек. Так, вот, из них я бы назвал, наверное, человек 15 примерно, ну, опять-таки, как считать, вот, теми, которые проектом заняты очень плотно и которые, коммиты, которых от этих людей появляются, если не каждый день, то уж раз в неделю там точно что-то. Так, хорошо, а оставшиеся? Вот, и есть люди, которые, например, приходили с какими-то проектами, что-то туда вот подобавляли, но сейчас проектом не занимаются. Ну, вот, таких, по-моему, сейчас я точно не скажу, но их больше сотни точно, вот, это только если считать коммитеров, вот, и есть еще ряд людей, у которых нет права коммита, но которые тоже достаточно активно участвуют. Наверное, самый известный это Брэд Смит, который некоторое время даже был коммитером, вот, но потом, скажем так, Брэд – это человек, который очень много работы проделывает по части портов, действительно очень много, на нем, если посмотреть, висят немало количества достаточно важных и объемных вещей, вроде там, FFMT. Ну, он мейнтейнер, да, нескольких, многих портов важных таких? Да, 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 вот, но, скажем так, некоторые вещи он делал неаккуратно, и поэтому, соответственно, он перестал коммитить, и коммитить, соответственно, кто-то другой уже дополнительно проверяя его работу. Ясно. Ну, вот, тем не менее, как бы, взаимоотношения все равно у него с проектом хорошие, и его вполне ценят. Понятно. Слушай, а расскажи, вот, ты сам, как бы, сколько времени, там, не знаю, в день, в неделю тратишь, вот, посвящаешь именно проекту? Ну, такую какую-то статистику примерно, понимаешь, что она там не постоянна, так сказать, но вот в среднем, как бы, расскажи, как твое количество часов тратится, сколько у тебя на проект? Смотри, в обычном случае, то есть у меня примерно, я стараюсь, чтобы у меня был один день чисто такой, OpenBSD-шный. В неделю, да? То есть у меня обычная, ну да, обычная неделя у меня как, что у меня три дня на основной работе, день институт, и день я, соответственно, стараюсь OpenBSD-шным делам посвящать. Ага. Вот, ну, это в теории, на практике, конечно, получается по-разному, там, какие-то, например, ближе там к сессии в институт начинает много времени занимать, в летний период, наоборот, я могу OpenBSD-шными делами заниматься два-три дня в неделю, вот, получается по-разному. Ну, в какой-то, ну, если именно в часы переводить, то, ну, учитывая, что ежедневно все-таки хотя бы там почту как-то просматриваешь, там, иногда какие-то мелкие правки вносишь, если где-то что-то сломало нечаянное. Ага. Ну, вот, ну, условно, сейчас, ну, то есть, ну, наверное, в неделю часов 15 точно. О, ну, это уже так прилично. Ну, да, ну, иногда, например, у меня на работе какие-то задачи, связанные как раз тоже с OpenBSD, вот, я не знаю, как мне их тогда относить, если я на OpenBSD работаю, вроде бы, да, но с другой стороны, вроде бы, за это работодатель. Ну, да, да, ну, в любом случае, так сказать, они уходят, попадают в проект, поэтому, знаешь, я думаю, что можно смело относить, даже несмотря на то, что там работодатель тоже за это как-то. Ну, что-то попадает, что-то просто связанное с OpenBSD, но то, что связано именно с инфраструктурой, там, я на работе. Ну, понятно, да, столкнулся. Это мне тоже какую-то отдачу дает обратную, я к чему-то учусь, грубо говоря, но непонятно, как это сказать. Ясно. Кстати, вот, Коль, мы про это заговорили, в OpenBSD несколько раз участвовала в Google, сам ROV-код, да, соответственно, в 2014-2015 годах, вот, но в 2016-м, вот, мы уже ее там не было, расскажи, так сказать, какие были предпосылки, идеи принять участие и почему потом в итоге отказались от участия? Ну, отказались, в общем-то, из-за того же, из-за чего долгое время не принимали участие в этой программе, из-за низкой конверсии студентов-разработчиков. То есть, даже если, допустим, вот, студент выполнил работу, то есть, дошел до какого-то там уровня, довел проект до какого-то уровня, этот код, может быть, даже попал в OpenBSD, а потом студент практически всегда куда-то еще уходит. Ну, то есть, и остается после него, соответственно, еще код, который кому-то надо поддерживать. Ну, да, интересно, это долгосрочное такое участие, конечно же, а не и краткосрочная вот эта правка какая-то. И, да, и сама программа Google Summer of Code, они сами честно говорят, что их задача не там 500 долларов или 2000 долларов во студентов заплатить. Их задача как раз приводить людей в OpenSource. Мне, конечно, сложно сказать, возможно, эти люди потом в какие-то другие в OpenSource проекты уходят, но по факту именно я как раз два года проект анонсировал. В первый раз ни один из моих проектов никто из студентов не захотел взять, вот второй год я был ментором. Ой, а расскажи, какие что-то, что-то, какие были проекты? Ну, у меня там были проекты как раз по дебетам разработки демона для сетевой автоконфигурации, еще чего-то. И, собственно, проект, который взлетел во второй год участия, это проект по написанию генератора портов для некоторых систем типа Раби Джемс, типа Цепан и так далее. А, ну, в смысле, такие специфичные для конкретных языков, условно говоря, да? То есть какие-то, когда уже примерно инфраструктура... Ну, даже не... ну, как бы дело там, конечно, не в самом языке, а в наличии в целом какой-то вот среды, которая позволяет, по сути, автоматизированно создать порт вместе со всеми зависимостями, с параметрами и так далее. О, ну и что, и как бы, да, расскажи, как проходило. То есть пришли студенты 1, 2, 3, 10, не знаю сколько. Ну, ну, ко мне в очереди студентов не выстраивались, скажу честно, на некоторые другие проекты, да, которые там у нас участвовали. Ко мне, вот, остается, можно посмотреть, его зовут Янис, фамилию я тоже боюсь исковеркать. Он, он вот сделал, он сделал хороший код, этот код был принят, вот, этот код даже работает, с чем некоторые VPNGSD-шники им пользовались. И я, собственно, я, собственно, отчасти этим проектом как раз хотел заниматься, потому что у меня были свои интересы. Я хотел Redmine заново в VPNGSD впихнуть, потому что мы на работе его используем, вот, и хотелось бы, соответственно, использовать все-таки не кастомное, а из пакетов, чтобы оно приплывало. Ага. Ну, Redmine, у него просто дикое количество зависимости, и, конечно, ручками это все обновлять и ставить. Нет, это тяжко, тяжко, да, это ужасно, конечно. Да, вот, а это такая утилит, которая позволяет, да, там даже обновлять-то, в общем-то, и не нужны такие порты, его можно всегда просто пересоздать при необходимости и все. Вот, такая утилита, она была очень полезна, вот, но потом студент, он даже на одном хакатоне был, к сожалению, мы не пересеклись, я туда поехать не смог. Вот, он дальше там куда-то уплыл, правильно, то есть ничего, никаких конфликтов, ничего не было, ну, просто человек там свои какие-то дальше интересы, вот, и он, хотя там OpenBSD и пользуется, я пару раз там письма, еще что-то видел, но активного участия он не принимает. Соответственно, ну, код потихонечку, видимо, начинает протухать, потому что им сейчас никто не занимается, может быть, я займусь, может быть, еще кто-то, а может быть, так никто и не занимается. Понятно, понятно. Ну, да, причины ясны. Слушай, ну, ты вот уже даже упоминал там, как бы, какой-то свой интерес, там, на работе, там, Redmine, соответственно, у вас там стоит, ну, заданное такое, наверное, банальный вопрос, но все же, где вот OpenBSD и вообще его место в текущем, не знаю, айтишном мире, то есть, ну, в моем понимании, там всегда это какой-то что-то защищенный, какой-то шлюз, но, может быть, ты, может быть, скажешь или вообще откроешь глаза и скажешь, да вы что, да OpenBSD, там, на нем надо, не знаю, музыку писать, все музыканты только на OpenBSD живут. Ну, вот сферы применения такие наиболее привычные или, может быть, наоборот, какие-то оригинальные такие, вот, ты тем более сам как активный участник и пользователь в том числе, да, где применяешь? Ну, я-то применяю практически везде, и единственные две причины, по которым мне приходится из уютного OpenBSD вылезать, это причины называются Skype и Microsoft Office, потому что со Skype, я думаю, понятно, он в веб-версии, хотя формально есть, по факту работает, там, где, ну, не будем говорить, но на публике. Да, да, я-то тоже пробовал, знаешь, потестировать их вот эту новомодную альфа-бета-недогамму в Skype for Linux, но это, конечно, да, завернуть там в WebView и без каких-либо там видео и всего прочего, ну, хорошо, ладно. Ой, успехов им пожелаем. А LibreOffice какого-нибудь там OpenOffice не хватает все же, да, как альтернативы? Ну, иногда возникает потребность, то есть, когда идет работа, например, там, над какой-то книгой, вот, импорт из DOCX в LibreOffice, а потом обратно, это ужас. Ну, да, да, оно ломает все. Это реальный ужас, и это просто не рассматривается как вариант. Ну, поэтому у меня есть честно приобретенный, ведь с ноутбуком не даст, вместе со честно купленным офисом, честно бесплатным Skype-ом, и там я это все делаю. Для всего остального OpenBSD у меня вполне со своими задачами справляется. Что до общего применения, ну, на самом деле, мне кажется, это все-таки не совсем такой честный вопрос. Почему? Потому что, по сути, OpenBSD, как и большая часть дистрибутивов Linux и так далее, это, по сути, на самом деле, система общего назначения. То есть, даже если там позиционируется, допустим, какой-то там дистрибутив Linux типа Tails для каких-то своих задач, все равно никто не мешает в нем запустить офис. Нет, это, конечно, да, но... Да, никто не мешает запустить там редактор, видеоредактор и все что угодно. И это будет работать. И для кого-то, возможно, это будет более удобным вариантом. Ну, вот почему люди именно выбирают OpenBSD, а не FreeBSD, а не Solaris, а не какой-нибудь Ubuntu. Ну, причины могут быть разные. Как правило, это из того, что я слышу, то есть я говорю не за себя, а просто уже за то, что я общаюсь. Ну, да, это интересно, потому что я-то тут особо с таким не общался, а ты-то точно в этой сфере, поэтому интересно послушать. Ну, да, то есть это документированность системы, это простота ее освоения, это инсталлятор тоже многим нравится. То есть, как у первой, конечно, может быть, у кого-то, кто привык к красивым графическим развесинам, это что это за убожество. А тому, кому надо сделать быстро и надежно, часто как раз ценят именно такой текстово-консольный вариант, который на самом деле достаточно мощный. Слушай, я вот, я вспоминаю свое там первое знакомство с OpenBSD, я уж не помню, конечно, когда это было, ой, что это за версия была, но это было там порядка 15 лет назад, где-то в тех краях, там плюс-минус. И, соответственно, там FreeBSD как бы, да, там хотя бы какой-то псевдоконсольный такой графический, значит, интерфейсик, там next, 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 все окей, а в OpenBSD там он начинал с того, что давай-ка ты мне тут, значит, ручками в, даже не в диск, а что там было для разбиения. Ну, что-то такое, то есть, совсем вот консольная разбейка тут, значит, мне укажи там цилиндр, откуда старт, откуда end, и вот это так было немножко, ну, не очень тривиально, скажем. Ну, от этого, конечно, давно ушли, давно уже есть и авторазбиение диска с возможностью там манипулировать, но это делаешь и туда, там, набиваешь команды в консоли, но это и есть. То есть, хотел там поизменить размер будущего раздела, пожалуйста, R, букву раздела, новый размер, все. Вот, справка устроенная есть, то есть, понять, что и как делать можно. Ну, честно скажу, да, конечно, разбиение диска, оно, наверное, самое замороченное, что есть в OpenBSD инсталляторе, но это, наверное, и практически самое замороченное, что есть в любом инсталляторе на самом деле. Ну, по большому счету, наверное, да, можно так сказать. Слушай, а файловая система какая сейчас по умолчанию в OpenBSD? UFS. UFS, да, также, да. UFS, да, то есть, ну, и, соответственно, на разделах до терабайта размером умолчания FFS1, она немножечко порезвее работает и меньше потери паразитные, вот, а терабайты больше, там уже автоматически, ну, если новую создавать, включается, соответственно, FFS2. Можно, конечно, тип задать и непосредственно при создании правил системы. Ну, да. Вот. Ну, а default вот такие. Ну, по, естественно, X3 и частичные X4, по-моему, X4 только в Redone, если не вру, поддерживаются, еще несколько файлов систем поддерживаются, NTFS, есть в двух вариантах, то есть, есть ядерная реализация, которая Redone, и есть вариант, соответственно, из пакетов поставить NTFS 3G. А, ну, вот это фьюз, который в юзерспейсе. Ну, да. Ну, да, 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 который через фьюз. Ну, и, соответственно, есть сам механизм фьюз, через который можно еще кучу всего цеплять при желании. Понятно. Слушай, кстати, коль мы так уже заговорили, как раз где-то там сравнение, не знаю, где-то ближе там к Linux, ну, все знают, наверное, да, что там в Linux сейчас вовсю набирает обороты SystemD. Вот. Уж не буду... Хотя, наверное, спрашиваю все же, как ты вообще к нему относишься, вот, ну, может быть, сама идея. Понятно, что там в BSD этого никогда не было, да, в общем-то, там своя система там скриптов вот этих RC-шных, соответственно, старт. Вот. Но, в принципе, что ты думаешь? Я думаю, ты так поглядываешь все же, то есть, что там в мире-то происходит. Как сам относишься к SystemD, как идее, как проекту, или, может быть, ну... Ну, скажем так, SystemD, он, по сути, задумался в начале решения некоторых вполне себе серьезных проблем, и от проблем этих, ну, можно сказать, страдает практически любая Unixlight-система. Вот, экономическая архитектура. Это проблемы, связанные как раз с запуском сервисов и логирования, то есть, особенно логирование на самом начальном этапе запуска системы, например. Это проблемы, собственно, с равнобоем по тому, как ведется журнализирование. Это проблемы с всевозможными гонками, которые возникают при управлении сервисами. Когда там, допустим, одновременно запустить, там, два раза старт нажать, и что получится, иногда не совсем понятно. Вот, то есть, изначально SystemD должен был решить немало количества проблем, и, в принципе, я даже, наверное, скажу, что он их решает, но, к сожалению, именно то, как он сделан, и то, что там за ним еще потянулось, оно создает, по-моему, проблему едва ли не больше, чем решает. И поэтому SystemD, конечно, на OpenBSD, вот в том виде, в котором он есть в Linux, не будет. Ну, понятно, да. Нет, про это, да, в общем-то, наверное, особо таких даже сомнений быть не может. Нет, ну, скажем так, некоторые вещи, которые начали делать SystemD, они, в общем-то, вполне понятно, почему их начали делать. Там они решали, например, проблемы с логированием очевидные. Вот, другой, да, что как они их местами решили, и это, конечно, да. Ну, это так же, как с пульсаудио, в общем-то, получилось, тоже благая идея, но в итоге страшно. Вот, потому что я, вот, одна из вещей, которой я не устаю радоваться на опенке, это как раз его звуковая подсистема, SMDO. Под Linux, кстати, она есть, если что. Вот, она портирована. Ну, в Linux, она, соответственно, поверх альса работает. Ну, да, понятно, ага. SMDO писал, да, ее писал музыкант, то есть человек не столько программист, сколько именно занимающийся музыкой, человек, соответственно, понимающий, насколько, что нужно для того, чтобы реально работать со звуком. То есть SMDO обеспечивает как раз очень низкие задержки, недостижимые для пульса вообще никак. Вот, и при этом куда более удобно в работе, чем тот же Jack, например, который профессиональные музыканты, я знаю, кто работает со звуком, используют для синхронизации. Вот. И поддержку SMDO, надо сказать, есть сейчас во многих, на самом деле, аудиопрограммах. То есть во многих случаях это ушло в AppStream и уже поддерживается. И в MPEG, и в каких-то там SOX, и много еще где. О, ясно. Это куда-то совсем, куда-то далеко я отреку. Ну да. Интересно, знаешь, что, вот смотри, ну вот сейчас, как бы, поскольку уже он достаточно так серьезно набрал обороты, и, в общем-то, разработчики там софта, ну, уже конечную я имею в виду, да, там не операционная система, там Core, а именно каких-то там пакетов приложений, вынуждены уже адаптировать, собственно, там свои там скрипты запуска, да, писать правильно, вот это, чтобы они, значит, уже как-то могли работать из-под систем D. Соответственно, встает вопрос, когда хочется там на BSD-шных системах запустить, ну, какой-то линуксовый софт, для этого там всегда было что-то там как-то Linux-Base, или как-то называется, да, вот это подсистема линуксовая, соответственно, да, и вот если приложение, оно, так сказать, сильно завязано на систем D уже, как бы, есть ли какая-то работа, вот, я не знаю, там, для того, чтобы такое приложение можно было с минимальными усилиями запустить, соответственно, там на BSD-шной системе? Ну, здесь, я считаю, три аспекта разных смешал. Ну, поправь меня, да, возможно, я где-то... Во-первых, вот этот, да, Linux-Base, там, то, что в FreeBSD называется линуксулятор, то, что там в Neto OpenBSD это просто эмуляция, это, на самом деле, даже не эмуляция, это, по сути, как-то, как-то, альтернативная таблица системных вызовов была, плюс набор библиотек и, естественно, приложений из компилированных подлинокс. Они не требуются... То есть, они нужны только для запуска приложений скомпилированных подлинокс. Ну, да. Они совершенно не нужны для того, для нормального open-source, который компилируется под этой, кто-линой системой. Ну, нативно уже на целевую платформу, да, понятно. Да, да. То есть, и у этого совершенно не связаны вещи. Дальше. Сами, собственно, вот скрипты запуска, это, опять-таки, ни разу не проблема, потому что это просто, ну, какие-то ресурсы, которые, там, в комплекте с программой лежат и всё. И никто совершенно не мешает держать, там, для Debian одни, один скрипт запуска, там, для какого-нибудь Fedora другой, для FreeBSD третий, для OpenBSD четвёртый. На BSD-шнике один раздел где-то скрипт отправили в AppStream, AppStream закоммитил, и при установке, там, в OpenBSD ставится нужный скрипт запуска. Ну, то есть, это особо не проблема, по большому счёту. Это не проблема. Более того, в OpenBSD-шные скрипты, они, как все или почти все, сейчас лежат в портах, и это, в общем-то, всех устраивает. То есть, они автоматически попадают в пакеты, ставятся, соответственно, в систему и могут использоваться. Что же до других нюансов, когда именно какие-то библиотеки, скажем, систем-дэшные начинают использоваться, или какие-то дебаз-интерфейсы, что даже чаще, наверное, встречается. Ну, да, да, наверное, сейчас уже. Здесь уже сложнее. Здесь уже, конечно, сложнее. То есть, появляется необходимость в какой-то такой лёгко эмулирующей систем-дэ-обвязке. Так. Такие проекты есть. Я знаю, что как раз в OpenBSD-шный стэк Gnome их использует. Ну, это, опять-таки, Антуан может, конечно, чуть больше, наверное, рассказать. Он, по-моему, даже какое-то участие в их разработке принимал. КДЕ, к счастью, пока это не пригодилось. Ага. Вот. Но, я думаю, скоро, может, скоро понадобится. Сами, ну, там, собственно, помимо систем-дэ, там, если помнишь, есть ещё всякие страшные консоли кит, ColorD. Ой, ну, там вот эти вещи. Как бы сам знаешь, что скоро будет один процесс просто систем-дэ в Linux, к которому будет вообще всё, в общем. Ну, да, Gnome слэш-систем. Да, Gnome слэш-систем, да, всё верно. Ну, ясно. В общем, как бы некая работа ведётся, да, и это хорошо. Слушай, ну, ты там ещё как-то вскользь упоминал, что немножко ковырял Wi-Fi там в OpenBSD, да, и там, как бы, участвовал в каком-то обсуждении, не знаю, вот там, про OpenBSD, как вот такая всякая. Это эталон в каком-то смысле там всяких защищённостей, крипто каких-то современных всех алгоритмов, да, там. Расскажи вот там про отказ всякий от ВЕП, там, ВПА-1, ну, вот, как бы, что-то там интересного, нарыл такого. Не, ну, с Wi-Fi самим я возился в каком плане? Хотелось иметь ту систему, которая работает, ну, на каком-нибудь любом Android-телефоне, что ты подошёл к какой-то сети, которая ему известна, он её сразу подцепил. Что, если ты, соответственно, пошёл к незнакомой сети, то максимально просто, соответственно, в неё залогинился, он это запомнил. Вот. Первое моё решение было там чисто скриптовое, чисто в юзерспейсе, то есть там простенький какой-то демон, который периодически там проводил сканирование, и в конфигскан там вызывал, смотрел результаты, находил сетку и дальше, соответственно, к ней пытался подключиться. То есть, когда подключился, дальше жили с ней, пока не терялся сигнал, тогда мы начинали смогу терять силу. Вот. С этим я пришёл, Тео мне сказал, что идея эта плохая, и предложил сделать это всё в ядре. Идея, конечно, немножечко радикальная, по крайней мере, для меня тогда звучало. Вот. Потому что, как бы, обычно-то тенденция, наоборот, что вот мы всё выносим из ядра, чтобы вот лишнего кода там не было. Вот. Но Тео сказал, в общем-то, достаточно умную вещь тогда, что вообще-то это как раз дело ядра. Вот. Подумай низкоуровневые и опасные вещи производить. Вот. А дело юзерспейс уже этим пользоваться. И как-то отдельной командой отдавать. Это я так очень утрирую. Ну, самое главное. Потому что Тео говорил очень много и очень быстро, он говорит очень много и очень быстро. Вот. И я не скажу, что я до сих пор поднимаю всё, что он мне тогда наговорил, но суть была, в общем-то, мы вроде друг друга поняли. Ну, там и главное. Вот. Я сделал тогда примерно реализацию этого в ядре. Познакомился основательно с Wi-Fi-ным стеком. Wi-Fi-ный стек в опёнке, когда он появился, он был на самом деле довольно крутой. То есть, там были, в том числе, работали и карточки, которые работали помимо опёнка, например, только на венге. То есть, такое достаточно прям самое, получается, свежее, что называется, железо. Да. То есть, в какой-то момент, да, он по некоторым параметрам Linux обходил. Несмотря на то, что Linux уже тогда был из Nix-ов, в общем-то, скажем так, самой ведущей платформы. Угу. Вот. Потом пара разработчиков, которая этим занималась плавно, так начала отходить от дел. Вот. Там переключились, и оно начало немножечко протухать. Сейчас за дело взялся Штефан Шперлинг. У нас появился 802.11n поддержка, наконец. Ну, пора, пора, в общем-то, да. Да. То есть, сейчас она есть для Intel-овских карточек, и VM, и VN. И вот буквально сегодня Штефан вкометил поддержку для Атеровских нового поколения. Это HN. Угу. И, собственно, что такое сам вообще вот этот Wi-Fi-ный стэк? Это, по сути, такая огромная машина состояния. На самом деле, их-то, по-моему, даже несколько получается. Вот. И по этой машине состояния происходит инициализация, скажем так, вот всяких параметров. То есть, настройка канала, согласование параметров аутентификации, собственно, аутентификация, пересогласование канала, то есть, там, вот эти прыжки между каналами, которые возможны, пересогласование режима работы, там, более быстро, более медленно, в зависимости от состояния, зашумленности сети. Вот. Угу. Соответственно, что мне тогда понадобилось сделать? Мне понадобилось добавить несколько его CTL-ок, для того, чтобы можно было сохранять новые какие-то параметры, наборы параметров, и их смотреть. И понадобилось чуть-чуть модифицировать пару структур. В общем-то, это было, как ни странно, всё. То есть, добавился всего один файл, 802.11 стек, и правилась пара функций. О, да. И единственное, что в драйверах, по-моему, пришлось везде какую-то функцию, а, да, пришлось вызов одной функции, прототип поправить, соответственно, во всех драйверах поправить. Это были все изменения. Вот. Но дальше это дело тоже не пошло, потому что у меня не было времени в какой-то момент. У ТЭО потом появились ещё более безумные идеи. Вот. И, в общем-то, пришло такое понимание, что то, что я хочу сделать, этого недостаточно. Почему? Есть у нас, например, тот же самый протокол DHCP. Замечательный протокол DHCP, который у нас позволяет настроить сетевые параметры, ну, такие чуть более высокоуровневые. То есть, сетевой адрес, там, гейт и так далее. Есть у нас, например, ноутбук. И есть у нас в этом ноутбуке Ethernet, и есть в нём Wi-Fi. И Ethernet у нас воткнут в одну сетку, а Wi-Fi у нас, соответственно, в другую сетку. И мы по обоим хотим получать DHCP. Что у нас получается? Получается у нас какая-то фигня, простите, потому что и там, и там наверняка будет шлюз по умолчанию. Ну, как бы да, дефолт гейтвейта как бы должен быть один в системе, как ни крути. Ну, гейтвейт, на самом деле, ещё полбиды. Там, допустим, как-то ещё можно что-то придумать. Там у нас есть и всякий мультилинк, можно что-то переопределить. Следующая проблема – DNS. У нас есть resource.conf, допустим, который надо как-то рулить. В Linux, в них, например, в Debian, то, что я последнее видел, там что-то такое страшное, что на скриптах вот это всё написано фактически, что пытается привязывать, как в Винде, name-сервера к разным интерфейсам. Их, соответственно, из них сокомпоновать к тот же resource.conf, его устанавливать в системе и так далее. Но это не совсем спасает. Потому что, во-первых, не все программы пользуются системным ресовером. Тоже Firefox, например, пользуется своим. А, то есть вот так вот. То есть он даже там gethost by name, условно говоря, системный не юзает. Ну, ему нужно просто больше, чем может дать системный ресовер зачастую. Ну, вот. И у Spazil's, по-моему, просто имеет тенденцию, спорой не доверять системному коду. Они там и скулает с собой свой таскают, и ещё чего-то. Это всё мелочь. Вот. Соответственно, тот же Firefox, например, у меня на машине, там будет ещё минуту тупить, и пока не заметишь, что resource.conf поменялся. Ну, или, может быть, он тупит меньше, но результат такой, что я поменял resource.conf, а Firefox ещё в некоторое время пытается долбиться, не пойми куда, не пойми как. Неудобно. Вот. Это только один частный случай. Такой более-менее известный. То есть нужно, на самом деле, иметь возможность рулить DNS-ом как-то более красиво. Появился в опёнке, написанный TED-омон-Ангстом, сервера Rebound. Такой очень-очень простенький DNS-прокси сервер, который, куда ему сказали, туда, на самом деле, и пересылать все запросы. Работает он через, фактически, специально под это дело, сделанный хак. Можно сказать, есть специальности CTL, через которые можно указать, куда, на самом деле, пересылать DNS-запросы, вместо того, чтобы отправлять их туда, куда пытаются отправить. То есть тогда, когда какая-то программа пытается на 53-й порт куда-то что-то отправить, на самом деле, она отправится вот на этот ребаунд. Всё вот настолько хитро. Ну да, это такой, прям, правда, хак какой-то похожий. Вот. Ну да, но, тем не менее, это как-то даже работает. Вот. Единственное, что, скажем, утилита DIG начинает ругаться о том, что ответ почему-то приходит не от того, от кого я спросил. Ну, это уже мелочи. Это всё будет постепенно решаться. Ещё там ты говорил что-то про отказ там от старых протоколов. Там ВЭП, ВПА первый. Да, это, собственно, предложение типичной политики OpenBSD, что мы не хотим становиться героями известного анекдота, что вы или крестик снимите, или трусы оденьте. Вот. В том плане, что по факту сейчас ни ВЭП, ни ВПА первый, который, по сути, надо, наверное, назвать, наверное, черновик, ВПА, а то, что называется ВПА-2, это на самом деле то, что бы ланировалось, как ВПА, но это не важно. Вот. То есть, ВЭП и ВПА первый, они не удовлетворяют, мягко говоря, современным требованиям, в частности, в части надежности. Вот. И если мы их используем, то это практически то же самое, как если бы мы не использовали защиты никакой. Ну, с поправкой, что это совсем уж простенький перехват, конечно, защитит, но не более того. При этом найти оборудование, выпущенное за последние лет пять и не поддерживающее ВПА-2, по-моему, нереально. Я такого не видел. Соответственно, для того, чтобы потихонечку сделать, двигаться именно в направлении слогана ОПДД, Secure by Default, двигается, мы начали двигаться в направлении таком. Я говорю мы, но я не могу говорить от имени проекта, я говорю. Я это поддерживаю движение, но не я его начал. Ну, я понимаю, что просто в целом как бы... Соответственно, что у нас в этом плане планируется? То есть, сейчас ВЭП и ВПА-1, они по умолчанию отключены, то есть, чтобы подключиться к такой сети, нужно там ВЭФ-конфиги явно включать определенные параметры настройки подключения, вот, иначе, соответственно, потом они, если подключиться потом к ВЭП-2 сетке, они сбросятся, и надо снова их вводить. То есть, такой мягкий намек на то, что не надо так делать. Вот. Позднее планируется, соответственно, этот код просто отключить до конца этого года, соответственно, убрать поддержку окончательно. Ради интереса я как раз вот в эти новогодние праздники прокатился до Литвы и обратно. Вот. На всем, сколько я был, мне несколько раз попадались сети защищенные чем-то еще, из них только одна, то есть, только в одном отеле мне попала сеть защищенная ВП-1, все остальное уже было ВП-2. Вот. Из того, что просто попадало в районе эфира, там, ну, иногда попадались вот сети ВП-1, но не более того. Ну, пора, пора уже, да, стимулировать в конце концов. То есть, в целом-то практически все на самом деле готово, да. Вот. Я очень надеюсь, что это благое начинание будет подхвачено. По косвенным признакам Android двигается в том же направлении. Вот. И надеюсь, Apple тоже. Ну, а если уж эти двое начнут отказываться от ВП-1 и от Web, ну, в общем-то, остальные все последуют, я думаю, наверняка. Ну, в общем, да, логично. Ну, да, но учитывая, что Google, в общем-то, за OpenBSD вроде более-менее внимательно следит, потому что, потому что в том же андроиде, в Bionic, немалая часть заимствована как раз из Lipsy OpenBSD, но они даже какие-то патчи присылали. Вот. Что-то еще тоже они из OpenCAD дали. и, собственно, в Google трудоустроенные разработчики OpenSSH, кстати, по-моему, в Google. Могу соврать или в RedHat. Дамьян Миллер, по-моему, в Google работал последний раз, когда я интересовался. Ну, тогда как бы, да, совсем уже логично, кажется. Ясно. Слушай, ну, наверное, где-то еще, знаешь, ближе к заключению, уже так, мы вроде основные темы обсудили. Расскажи еще, как вот, в принципе, ну, начинающему, не знаю, разработчику, который там интересуется системой, начать как-то, вот, не знаю, там, контрибьютировать, то есть попасть в проект. Ну, такой стандартный, может быть, вопрос, но интересно, как это в случае там с проектом OpenBSD происходит. Просто у меня там был в гостях, там, повторюсь, может быть, для наших слушателей, там, один из разработчиков, там, Дебиан, тоже там, тоже там, мейнтейнер некоторых там пакетов, менеджеров, он рассказывал, как это там в Дебиане происходит, вот, интересно послушать, как, как новая там кровь, не знаю, если можно так сказать, попадает в OpenBSD. Ну, как я уже говорю, какого-то такого набора формальных правил нету, в целом, все упирается в то, что патч is a welcome, то есть в OpenBSD бесполезно приходить и пытаться начинать что-то, просто там просить, как-то инициировать. В OpenBSD надо приходить со своими патчами. Насчет того, как процесс этот организован, в первую очередь, через списки рассылки, то есть, если хочется что-то сделать в портах, значит, OpenBSD порт с OpenBSD, то есть порт собака OpenBSD.org, если в системе, то, соответственно, тег собака OpenBSD.org. Значит, это в случае, если это патч, это крайне желательно, чтобы это был онлайн патч, потому что с ними удобнее работать, многие разработчики их там у себя прямо сохраняют из почтового ящика и применяют такие технические вопросы. Далее нужно добиться того, чтобы, соответственно, кто-то на это вообще посмотрел. То есть, опять-таки, нету никаких в проекте формальных правил, что надо обязательно просматривать что-то присланное в какие-то сроки, там, по какой-то теме. люди всем этим занимаются полностью добровольно и никто формально никому ничем не обязан. Ну да, да, поэтому надо приходить там типа, ну посмотрите, вот я тут уже прислал который раз и все такое. Ну да, то есть, грубо говоря, что можно быть частью проблемы, можно быть частью решения. Если ты приходишь с патчем, ты часть решения. Ну, в общем, это правильно, мне кажется. Ну да, и дальше долбить, долбить, долбить. То есть, иногда может там повести соответствующий разработчик, который в этой теме сразу, допустим, откликнется и начнет какое-то взаимодействие. В патче практически всегда все надо как-то дорабатывать. Есть случаи, если это патчи для базовой системы или для X-ов, то есть, соответственно, свод правил под названием Style, ну, так же, как и пример такой же, как во Фряхе, наверное. все из общего СБСД, что наставил жить, родилось. Если это порты, в общем-то, на сайте OpenBSD там есть целое руководство портинг-гайд, в том числе как с чего начинать собственное написание порта, как проверять, что там обязательно должно быть. То есть, в общем-то, в OpenBSD все достаточно неплохо документировано на самом деле. То есть, подразумевается, что тот, кто приходит, он читает документацию, он читает сайт, он читает OpenBSD FAQ, он читает в этом портинг-гайд, если это ему актуально, он читает, естественно, MAN-страницы. Если, соответственно, человек приходит, что-то присылает и видно, что он этого не читал, то ему или просто проигнорируют, или же отправят это прочитать, но если человек с гонором пришел, то могут и грубо весьма ответить. Вообще, почему часто принято считать, что OpenBSD такое очень грубое, очень резкое комьюнити. На самом деле, мы очень мягкие, белые, пушистые, тоже очень замечательный, обаятельный человек, но это, скажем так, среди своих, когда идет общение. Когда человек приходит со стороны, к нему смотрят настороженно. Дальше, смотря как человек к себе идет. Если человек действительно приходит с каким-то решением, с каким-то патчем, с каким-то предложением, ему что-то отвечают, и если человек продолжает адекватно себя вести, то есть он реагирует на замечания, не пытается настаивать строго, что нет, я хочу, чтобы это было именно так, и так далее, он, соответственно, постепенно становится частью коммунити. если человек достаточно часто приходит с патчем, с портами, и они достаточно хорошего качества, соответственно, дальше он также может получить приглашение пообщаться поближе в какой-то закрытом режиме, более тесном. Закрытым не в том, в плане, чтобы никто в коммунити не видел, что там в тайне делается за опыт БСД, какие там заговоры мы строим. Нет, это просто потому, что вторую сетку на коммунити достаточно на разработчиков, оно достаточно неформальное. Очень часто люди делятся какими-то интимными вещами, обсуждают личные планы, еще что-то, те же хакатоны, в которых люди очень тесно, плотно общаются. И, естественно, это вещи, которые не должны выходить на публику, просто потому, что это что-то личное. Вот. Соответственно, получают предложение, ну и обычно вслед за этим там в течение какого-то времени, может быть, несколько недель, а может быть, несколько месяцев, в зависимости от ситуации и прочего, обычно получают уже тогда провокальный термин. Ну, в общем, в целом понятно, такой стандартный в принципе путь, как бы не надо приходить там. Да, путь в целом, да, путь, в общем-то, ничего особенного нету, то есть все, что требуется, это, скажем так, уважать тех, кто занимается той или иной темы, то есть если ты приходишь с патчем там для какого-нибудь там, не знаю, OpenSSH того же, вот, и тебе разработчик OpenSSH говорит, что вот это, вот это, вот это не так, вот, значит, ты берешь и делаешь так, как он сказал. То есть в этом плане, говорю, какой-то такой вот авторитаризм есть. Не, ну, как бы, знаешь, в чужой монастырь со своим уставом, в общем-то, вполне себе. Ну да, вот, то есть попытки что-то в этом плане поменять, они пресекаются достаточно жестко. В крайнем случае приходит лесник по имени Тео и раздает пенделей. вот, но, говорю, с другой стороны, если ты уже вот стал, соответственно, частью коммунти, ты уже за что-то отвечаешь, то, соответственно, уже ты полностью контролируешь и получится так, что кто-то из них приходит, начинает указывать, как там должно что-то выглядеть, вот, и в ответ просто говоришь, где твои патчи. И на этом, в общем-то, разговор, соответственно, обычно заканчивается. в редких случаях иногда оказывается действительно адекватный человек, он берет что-то присылает. То есть я помню, например, абсолютно сумасшедшая история была, пришел человек, что-то там пытался какой-то патчик продвинуть, и было непонятно, что это и зачем, а потом выяснилось, что это слепой системный администратор. То есть слепой сисадмин, который вот где-то в Европе работает, и он реально OpenBSD-шные машины настраивает тоже, поддерживает, что-то делает. Вот, там что-то для инсталлятора, да, он там просил переделать. Вот. То есть для меня это звучало вообще фантастически. Вот я не представляю, как человек может с этим справляться, но тем не менее может. И вот с его слов именно OpenBSD-шный инсталлятор, например, ему показался наиболее удобным. для его ситуации, потому что он с последовательной консоли, грубо говоря, это все ставит. Ему, соответственно, механизм, проговаривающий речь, проговаривает то, что появляется на экране, потому что символы это преобразовать можно, в отличие от, соответственно, графического какого-нибудь установщика. Угу. И поэтому, в общем-то, все у него неплохо получалось. Да, вот, конечно, такие фантастические истории. Но тем не менее. Здорово. Слушай, еще вот одна тема, наверное, которая осталась, это вот хакатоны, да, ты там уже упоминал. Расскажи немножко, как бы, зачем они нужны, то есть что на них вообще происходит, как бы, ну, то есть, в принципе, что такое в принципе хакатоны, ну, по представлению есть, да, это там народ собрался, что-то там покодить какие-то на какую-то там тематику, не знаю. А вот в плане OpenBSD, то есть, во-первых, кто их организовывает, как бы, какие цели преследуются и вообще как все это происходит? Ну, цели, в общем-то, появление нового хорошего кода, вот, но в целом на хакатонах, во-первых, часто на них доделал, то есть, две вещи, которые чаще всего делают на хакатонах. Значит, первое, это какие-то сложные проекты начинают быстро реализовываться, которые требуют совместной работы нескольких человек, которые, ну, просто вот в силу там тяжести проекта, сложности, очень сложно реализовывать там, да, распределенно, когда там ты в Германии, другой человек в Канаде, вы там, раз, получается, в день там, два раза в день только общаетесь, утром и вечером, и часовой разница, и так далее. Вот. А вторая вещь, которую часто делают на хакатонах, это, по сути, просто подчищает какие-то свои давние наработки, когда ты что-то там очень давно делал, но все, руки не доходили это допилить. Вот, в частности, как раз к ДЕ-4 я в Канече вы именно как раз на хакатоне. Влюбляне. Сами хакатоны, есть один большой хакатон ежегодный, вот, его сейчас стараются проводить один год в Америке и один год в Европе, чтобы больше разработчиков могло быть им охвачено. Угу. И хакатоны организуются, ну, есть некоторые локальные организаторы, один или несколько человек, которые обеспечивают собственно место самого хакатона, то есть, включая, соответственно, хорошую, быструю сеть, электричество, посадочные места, фуршетное питание, грубо говоря, ну, то есть, вода и мелкие закуски, вот, и так далее. Ну, просто, чтобы народ мог не отрываться от процесса. Угу. Вот. Ну, и, соответственно, обычно какая-нибудь развлекательная программа из разряда там пару раз за время хакатона куда-то выбраться, что-то посмотреть. Сколько хакатона проходит там в разных странах, в разных городах, естественно, люди совмещают приятное с полезным. А по времени сколько они длятся? Обычно это дня где-то 4-7. Вот так. прилично, слушай, то есть, как бы, это там ни день, ни два даже. Ну, да. Ну, это может варьироваться в зависимости от ситуации, но, опять-таки, потому что зачастую на хакатон люди собираются с разных концов света, вот, как бы, самое большое, значит, чтобы туда попасть, можно там билеты купить, еще что-то. Вот, естественно, в этом, на фоне тех же авиабилетов, стоимость, допустим, проживания на лишние там два дня, сам понимаешь, копеечник получается. Ну, в общем и целом, да, конечно. Ну, поэтому смысл не имеет на один-два дня собираться. Ну, иногда, конечно, народ там локально как-то собирается, в какой-то теме, еще что-то. Вот, во Франции, например, большой достаточно коммунити, open, бсдшное, и там периодически народ как-то локально организуется. Когда-то на Украине, кстати, хорошее было коммунити, насколько я знаю. Вот. Что, соответственно, еще интересно можно про хакатону рассказать. Значит, сколько там обычно человек собирается? Ну, в зависимости, опять-таки, это какой-то сильно специфический хакатон, или же такой глобальный. На глобальном там собирается человек 30-40 легко. На этом, на ежегодном, на большом. Угу. То и больше. Вот, на мелких хакатонах там может быть человек синий, например. Ну, понятно, да, там 7-10, там, условно говоря. Ну, да, но обычно что-то промежуточное, то есть, человек где-то вот 15, наверное, вот такие цифры назвал. Значит, с хакатонами обычно сейчас как, что само проживание обеспечивает OpenBSD Foundation и питание местное. То есть, задача организатора именно вот организовать само место. Угу. Вот. В некоторых случаях, насколько я знаю, перелеты могут оплачиваться, но ПБСД не настолько пока что богатый проект, хотя в последние годы ситуация заметно улучшилась. Вот. Но OpenBSD Foundation по крайней мере оплачивает именно само проживание и проедание. Угу. Какие-то такие условия. Слушай, а OpenBSD Foundation, то есть, она как бы деньги откуда-то получает? Это же, ну, не знаю, там, Google кто-то просто спонсирует компании, которые используют соответственно, где-то у себя OpenBSD, да, или вот как? Ну, вообще, OpenBSD Foundation, надо сказать, она немножечко отличается по своей идеологии от того же FreeBSD, например, аналога, в том, что OpenBSD Foundation формально не влияет никак на разработку. то есть, в Foundation, грубо говоря, идет запрос, допустим, надо новое железо для того-то, там, какому-то разработчику нужна такая-то железка, вот, соответственно, мы хотим организовать, но не в том плане, что Foundation говорит, что вот, ребята, есть такой проект, вот, под него будут деньги, то есть, не так, как это происходит, например, там, с Netflix во Фряхе. Соответственно, сам OpenBSD Foundation, он, да, он принимает деньги и от компании, и от частных пожертвований, соответственно, от компании, там, последние годы достаточно много пошло, ну, по сравнению с тем, что-то, это было раньше, то есть, там, сумма за год набирается 200-1000 долларов, по-моему, можно у них на сайте точнее посмотреть. Ну, нормально, я думаю, хватает там и на поддержку инфраструктуры всей там серверов, наверняка, соответственно, оттуда деньги, да, идут. Ну, да, это идет, в первую очередь, на инфраструктуру, там, на оплату счетов за электричество, потому что это все феерически жрет, конечно. Те же соцпарковские сервера, там, на 16 больше ядер, они не совсем гуманные в этом плане. Вот. И опять-таки, например, вот ноутбук, с которым я сейчас с тобой разговариваю, он как раз куплен OpenBSD Foundation был, точнее, на их деньги. Вот, они не оплатили покупку, а я его здесь, в Москве, получил. О, как, ну, видишь, поддерживают разработчиков, молодцы, тоже верно. Вот. Ну, это там просто у меня, грубо говоря, предыдущий начал накрываться, назло, у меня тогда денег особо не было, вот, и, в общем, пригодилось. Ну, здорово, здорово, что, кстати, они нам заботятся о своих разработчиках и как-то все это дело стараются поддерживать. Слушай, ну, по-моему, мы с тобой довольно-таки долго уже даже обсудили, так поговорили на всякие моменты, связанные с OpenBSD, было довольно-таки интересно. Если что-то есть в завершении такого пожелать, рассказать, как-то какие-то слова мудрости, что называется, нашим слушателям, то самое время. Ну, слов мудрости в любых я, как говорится, не знаю, и я, наверное, хотел бы сказать, что я не буду агитировать, например, приходить в OpenBSD. Не буду. кому интересно, кому надо, приходите в OpenBSD. Кому хочется какой-нибудь экзотики с постоянным, допустим, бытием на острее разработки, пожалуйста, для вас есть Arch Linux, например. Кому хочется кастомизации по самому могу, пожалуйста, для вас есть GEN, кому хочется идеальной работы на каких-нибудь санах, но, наверное, вам Solaris будет лучше и так далее. Но если вам хочется систему, в которой знаешь, чего ожидать и вы не боитесь английского языка, наверное, OpenBSD было бы интересно. Я могу как-то так это сформулировать. Ну, довольно-таки, по-моему, хорошо получилось, что, да, не надо всех агитировать, а каждый найдет, так сказать, себе по интересам. Вадим, слушай, ну, спасибо тебе большое, что пришел, вот, надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно послушать. Опять-таки, повторюсь, что не стесняйтесь писать ваши комментарии, задавать там вопросы, какие-то замечания, пожелания, вот, это все, ваша обратная связь, она очень важна, поэтому я к ней стараюсь прислушиваться, ну, и вопросы передавать там гостям, соответственно, они всегда ответят на них. Обязательно. Да, также хочу сказать отдельное спасибо Сергею Бройникову за помощь в подготовке интересных вопросов, которые, надеюсь, нам удалось в процессе с Вадимом обсудить. Вот, друзья, спасибо, что были с нами и до новых встреч. Спасибо большое, что пригласил, всего доброго. Пока-пока.